Появление в конце войны боевых реактивных самолетов в Германии и Японии заставило командование военно-морских сил США начать программу по перевооружению палубной авиации на новую технику. В 1944 году трем ведущим авиационным фирмам Макдоналл, Волт и Норд Американ было предложено разработать эскизные проекты реактивных истребителей. Перед новым истребителем поставили задачу обеспечить противовоздушную оборону авианосца в радиусе 5 километров. Каждая фирма хотела создать лучший самолет и применила в проектах новые технические решения. Наиболее инновационным проектом из трех предложенных был проект Ви-340 фирмы Волт. Контракт на постройку трех опытных образцов этого самолета и 65 серийных машин под обозначением F-6У подписали 29 декабря 1944 года. По традиции фирмы, называющей свои самолеты словами из пиратского лексикона, истребители присвоили гордое имя пират. Основной целью группы проектировщиков, которую возглавлял Рассел Кларк, было достижение минимального лобового сопротивления. Самолет F-6У имел прямое крыло с ламинарным супракритическим профилем НАСА-65212 и относительной толщиной 12%. Небольшие воздухозаборники НАСА ламинарного типа разместили под корневыми частями крыла. С целью уменьшения миделя фюзеляжа выбрали турброактивный двигатель с осевым компрессором фирмы Вестингаус XB28, который пошел в серийное производство под значением J34WE22 с назначенным ресурсом 250 часов. Двигатель весил 530 кг. Сопло выходило под короткую хвостовую балку, на которой крепилось хвостовое оперение классической схемы. Наиболее яркой особенностью конструкции пирата стало применение новых прочных и легких слоистых материалов металлит и фабрилит, запатентованных фирмой ВОУТ. Металлит представлял собой своеобразный слоеный пирог из двух алюминиевых листов, между которыми прокладывался слой сверхлегкого дерева – бальзы. Слои склеивались и формировались в большом автоклаве. Прочность полученного материала дала возможность радикально уменьшить число подкрепляющих обшивку самолета элементов – шпангоутов и нервюр, сделав конструкцию почти монококовой. Панелями из металлита обшивалась практически вся поверхность крыла и носовой части фюзеляжа. Фабрилит изготавливался из листов стекловолокна, и им обшивалась поверхность фюзеляжа. Панели крепились заклепками с потайными головками. Воздухозаборник изготавливался из стекловолокна, одной деталью на оправке. Высокая точность изготовления панели позволила свести к минимуму щели между листами обшивки. Таким образом, после покраски и полировки самолет поражал публику чистотой своих аэродинамических форм и выглядел так, словно его отлили из металла. По сравнению с самолетом «Фьюри» металлитовая конструкция F-6У давала выигрыш в весе около тонны. Короткая закругленная носовая часть истребителя обеспечила пилоту прекрасный обзор вперед и вниз, что очень важно при посадке на палубу. Впервые на самолетах фирмы «Воут» F-6У имел трехустовечные шасси с носовым колесом. Большое внимание при проектировании уделяло снижению усилий летчика, прилагаемых к органам управления. Для этого на лейронах установили внутреннюю аэродинамическую компенсацию, не имеющую выступающих деталей и не порчащую картины обтекания крыла. Рули высоты оснастили триммерами и сервокомпенсаторами. Комплекс этих решений позволил снизить максимальное усилие на ручку управления до 4,5 кг. Пират отличался мощным встроенным вооружением, состоящим из 4 20-мм пушек с боезапасом 150 снарядов на ствол. Пушки стояли под кабиной летчика, а стволы выходили в носовую часть фюзеляжа. При нижнем расположении воздухозаборников вероятность попадания в них пороховых газов при стрельбе была очень высока. Это предположение подтвердилось уже при первых огневых испытаниях. Однако тратить время на устранение такого серьезного недостатка не стали. Руководство фирмы хотело как можно скорее поднять истребители в воздух, а доработать конструкцию можно было и потом, в ходе подготовки для серийного производства. Более серьезное опасение проектировщиков вызвало расположение сопла двигателя ниже строительной оси самолета, что могло вызвать изменение угла тангажа при изменении тяги. Для проверки поведения машины была создана модель F6U в масштабе 1 к 7. Газовую струю из сопла имитировали 6 компрессоров, нанитавших воздух в один шланг, подключенный к модели. Продувки проводились в аэрономической трубе малых скоростей. В четырех различных режимах моделируемого полета сопло не создавало какого-либо момента под захожу, и его необычное реданное расположение оставили без изменений. Первый опытный экземпляр XF6U1 с заводским номером 33532 собрали летом 1946 года на заводе фирмы в Стартфорде, штат Коннектикут. После наземных испытаний машины разобрали, упаковали в ящики и транспортным самолетом C-82 перевезли на авиабазу Мюрок в Калифорнию. 2 октября 1946 года летчик-испытатель Эдвард Оуэн поднял новый истребитель в воздух. Первый полет чуть было не закончился аварией. В воздухе у пирата остановился двигатель. Самолет вошел в правый крен, но Оуэн сумел выровнять самолет и пошел на посадку. К счастью, огромное высохшее озеро Розамонт, поверхность которого использовалась в Мюрок в качестве взлетно-посадочной полосы, позволила летчику спланировать и совершить вынужденную посадку. Виноватой в установке двигателя оказалась новая система смазки с маслораспылителем, которую придумала фирма Вестенгаус. Все 23 литра масла, залитые в маслобак самолета, были использованы менее чем за час. Примерно столько времени ушло на газовку, пробные пробежки и взлет. Когда масло закончилось, двигатель просто заклинило. Заменить турбореактивный двигатель было нечем, и летные испытания прервались. Следующий полет состоялся только через 45 дней. После третьего полета на авиабазе Мюрок начались поравленные дожди. Если вспомнить, что база находится в пустыне Мохаве, 160 км с северо-восточной Лос-Анджелеса, то можно себе представить, насколько это редкое явление. Твердая поверхность дна высохшего озера превратилась в грязь. Полеты были опять прекращены. Во время вынужденных простоек бригада испытателей занималась изучением материалов объективного контроля. В 1946 году эти материалы добывались примитивным фоторегистратором, представленным собой ящик с набором авиационных приборов, лампы подсветки и фотопулеметом. Последний непрерывно снимал на пленку показания стрелок приборов. Установленные в регистраторе приборы дублировали указатели, стоящие в кабине летчика. Указатель приборной скорости, скороподъемности, барометрической высоты, температуру воздуха, расхода топлива и нескольких важных параметров работы турберактивного двигателя. К сожалению, анализ этих данных мало говорил о летных качествах машины. Такие важные параметры, как угловые скорости, положение рулей, линейное ускорение, перегрузка и т.д. не фиксировались. Даже на определение числа маха полета приходилось тратить уйму времени в поисках отношения приборной скорости, скорости звука в данных условиях с помощью ларифмической линейки. Через несколько недель база высохла и полеты взобновились. В 10-м полете, когда самолет уже летал на предельных скоростях М равным 0.8, летчик почувствовал резкие удары на педалях управления. Информация, полученная в последующих вылетах со скоростями, лежащими в пределах от М 0.76 до М 0.8, позволила установить закономерную взаимосвязь между появлением ударов и скоростью полета. Созванный консилиум арт-динамиков пришел к единонышленному мнению, что виноваты удары по рулям местной скачки уплотнения, возникающие в месте соединения стабилизатора и келя. Это были как раз те явления сжимаемости, которые не рассматривались при проектировании истребителя. На перепроектирование хвостовой части у фирмы не хватало времени и средств. В этом случае единственным наиболее простым решением проблемы стала установка торпедообразного оттекателя на месте членения фронтальных вертикальных поверхностей хвостового оперения, что и было сделано на втором опытном образце, который строился на заводе в Статфорде. Послевоенное сокращение военных расходов затронуло и заказ флота на F-6U. Число серийных самолетов уменьшили до 30 самолетов. Соответственным изменениям контракту подписали 5 февраля 1947 года. В апреле 1947 года фирма ВОУ закончила строительство второго XF-6U1 заводским номером 33533. И 26 июня 1947 года он своим ходом улетел в Мирок. Перелет проходил с четырьмя промежуточными посадками. На аэродромах подскока его ожидали технические команды фирмы для подготовки к повторному полету. Осенью 1947 года первые два опытных образца перелетели в летно-испытательный центр на базе ВМС США «Патаксент-Ривер» для оценки качества истребителя морскими летчиками. Ведущим летчиком от ВМС назначили Пола Тайера, который впоследствии стал президентом компании «Воут». Когда «Воут» вошла в концерн ЛТВ, Тайер занял пост управляющего делами и заместителя председателя Совета директоров. Отзывы военных летчиков относительно летных характеристик «Пирата» оказались нелестными. Самолет выглядел посредственно, в основном из-за низкой преемистости и тяги двигателя J34WE-22. Как раз в это время ВМС начали сертификацию турброактивных двигателей в соответствии с новыми требованиями. Требования предусматривают увеличение времени испытания турброактивных двигателей на боевых режимах в 2,5 раза и в 6 раз более быстрый разгон от режима малого газа до максимала, чем по старым техническим условиям. На фоне этих ужесточенных требований, недостатки силовой установки F6U могли поставить крест на всех работах подаводки истребителя. Первым сертификационным турброактивным двигателем стал турброактивный двигатель Вестингауза J34WE-30 и его модификация с форсажной камерой от фирмы Solar J34WE-30A. Тяга форсированного варианта достигала 1900 кг, на 540 кг больше, чем у WE-22. Естественно, что специалисты ВОУД решили установить такой двигатель на свой самолет. В 1948 году опытный самолет номер 534 XF6U-1 был возвращен на завод в Статфорде для замены силовой установки. Увеличение длины двигателя и соответственно хвостовой части повлекло за собой серьезные изменения в остальной конструкции. Учитывая повышенную температуру, хвостовую часть самолета зашили алюминиевыми листами. Для исследования температурного режима их красили термочувствительной краской. С целью компенсации, изменившись в центровке возросшего взлетного веса, пришлось увеличивать площадь крыла, установив большие почти на четверть размаха треугольные зализы в задней кромке. Помню о проблемах с путевой источностью, конструкторы поставили на горизонтальные хвостовые оперения небольшие овальные вертикальные поверхности. После доработок и обозначений самолетов изъяли букву X и представляли их военным как предсерийные образцы истребителя F6U-1. С современной точки зрения, установка форсажной камеры была скорее косметическим усовершенствованием, так как на ее использование налагались жесткие ограничения. По инструкции, летчику разрешал исключать ее всего на 2-3 минуты при взлете и наборе высоты до 9000 метров, а в воздушном бою время повторного включения ограничилось теми же 2-3 минутами. При работающем форсаже расход топлива увеличился на 30%. Тем не менее, «Пират» стал первым в мире серийным истребителем с форсажной камерой. Характеристики самолета улучшились. При включении форсажа скорость полета вырастала на 80 км в час. Самое серьезное происшествие произошло в ноябре 1948 года. В одном из плановых полетов перед полом «Тайером» поставили задачу достижения максимальной скорости с включенным форсажем на высоте 3658 метров. Поднявшись в воздух, летчик взял курс на восток и, отдалившись от базы на 48 км, включил форсажную камеру. Практически сразу после этого, по словам «Тайера», в двигателе прозвучал сильный взрыв. На самолете отказала гидросистема и часть приборов в кабине, но он продолжал слушаться рулей. «Тайер» не растерялся и, доложив об остановке на борту, начал планировать в сторону аэродрому. Самолеты сопровождения «Беркет» сообщили, что на F-6У нет видимых повреждений и признаков пожара. Услышав доклад «Тайера» об отказе указателя скорости, летчик «Беркет» подлетел вплотную к пирату и, летя с ним крыло в крыло, стал по радио сообщать на F-6У показания своего прибора, без которых посадить поврежденную машину было бы невозможно. Посадка с убранным шасси произошла на редкость удачно. «Тайер» не получил ни одной царапины. Правда, самолет восстановлению уже не подлежал. Спасение машины позволило точно установить причину летного происшествия. Оказалось, что части разрушившегося переднего подшипника, вал турбины, попали в компрессор и, крушая все на своем пути, пролетели весь воздушный тракт двигателя. Вырванные лопатки пробили фюзеляж, перебили трубки гидросистемы и диурит выказателя скорости. Только по чистой случайности они не задели проводку управления. В этой аварии прочная металлическая конструкция истребителя показала себя самой лучшей стороны. В 1949 году испытания пирата закончились и его официально приняли на вооружение флота. Поставки серийных самолетов задержал переезд фирмы «Волт» на новую производственную базу неподалеку от Далласа, в штат Техас. Новый завод ранее принадлежал фирме «Норд Американ», которая после войны сворачивала массовое производство «П-51 Мустанг». Фирме «Волт» пришлось перевезти свыше 7200 тонн грузов автомобильным транспортом на расстояние по прямой между Стаффордом и Далласом более 2200 км. Одновременно с грузом на новую территорию переехало около 13 тысяч сотрудников фирмы. К январю 1949 года переезд был закончен только наполовину. Великое переселение закончилось только в апреле 1949 года. Вместе с оборудованием везли и первые три серийные F6U-1. Их собрали и проверили уже в Далласе. Взлетная полоса нового завода оказалась слишком короткой, и пока ее удлиняли, облет пиратов пришлось производить в соседнем Ардморе. Первый полет серийного самолета состоялся 29 июня 1949 года. Темп выпуска F6U-1 составлял один самолет в неделю. В соответствии с заказом построили 30 самолетов с заводскими номерами от 122478 по 122507. Последняя серийная машина вышла из цеха в феврале 1950 года. Один самолет с заводским номером 122483 был модифицирован в разведчик с обозначением F6U-1P. В 1950 году с летчиком-испытателем ВМС Ченом Чендлером, который облетывал серийные истребители, произошел курьезный случай. Наблюдатели, находившись на контрольном диспетчатском пункте аэродрома, следили за взлетом F6U. Вдруг, вместо того, чтобы плавно оторваться от полосы, пират резко взмыл вверх. Некоторое время Чендлер не отвечал на запросы по радио. Наконец, в наушниках прозвучало «Уф!». Истребитель выровнялся и пошел на посадку. Мокрый от пота, Чендлер вылез из кабины и рассказал, что во время разбега он подал ручку параллельного двигателя вперед, включил форсаж, а перчатка, надетая на левую руку, застряла между рудом и колесом триммера. Пытаясь освободить застрявшийся большой палец, пилот непроизвольно дернул ручку и крутнул колесо триммера. Незначительного поворота оказалось достаточно для установки рулей на кабрировании, и машина устремлилась свечой вверх. Сдавленному перерусской и растерянному Чендлеру удалось быстро прийти в себя и посадить самолет. Карьера реактивного истребителя «Пират» в МС не сложилась. На фоне принятых на вооружении истребителей F-2H, F-7U, F-9F, его считали морально устаревшей машиной и использовали исключительно в тренировочных или исследовательских целях. Летчики жаловались на нестабильную работу форсажной камеры, что приводило к частым происшествиям на взлете. Средний налет на один самолет из 30 построенных составлял 945 часов. При этом следует учесть, что реальный налет у некоторых машин составлял всего 6 часов. Получается, что эти самолеты поднимались в воздух только при облете на заводе и для перелета на авиационную базу приписки. Больше всех летали истребители, принадлежащие к исследовательской эскадрилле VX-3, размещенной на базе Patek Sentriver. До настоящего времени сохранились остатки планера двух самолетов. Продолжение следует... Продолжение следует...